В эфире итоговая информационная программа в студии Алена Куколева. Здравствуйте! О событиях этой недели вам расскажут наши авторы. Смотрите в этом выпуске. Рязанская область получит более полумиллиарда рублей на развитие сферы образования. Сотрудников скорой помощи представят региональные правительственные награди. На привокзальной площади Рязани-1 отныне отказывают в бесплатной парковке. И в городе впервые стартовала акция «Чистый автомобиль». Рязанская область получит более полумиллиарда рублей на развитие сферы образования. Об это на неделе заявил губернатор Олег Ковалев на заседании регионального правительства. Подробнее Оксана Тебенихина. Дополнительное финансирование предусмотрено в рамках федеральной программы по созданию новых учебных мест за счет строительства школ. По словам губернатора, большую поддержку в проведении предварительной работы региону оказал председатель Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Российской Федерации Андрей Макаров. Большую поддержку в том, чтобы получить именно такую сумму, это 509 миллионов рублей, конечно, оказал нам председатель Комитета по бюджету Государственной Думы, который у нас побывал несколько недель назад, Андрей Михайлович Макаров. И деньги мы получим в качестве компенсации за построенные школы в Кадаме и Ряжске, там по определенной формуле. Поэтому значительную часть этих средств мы направим на строительство школы в ДПР-5 на 1100 мест. С такой просьбой губернатору не раз обращались местные жители, и он обещал ее выполнить. Олег Ковалев подчеркнул, что введение встроенной новой школы позволит отказаться от обучения детей в несколько смен. Глава региона поручил руководителям областного Минфина и Минобразования совместно с администрацией Рязани оперативно провести все необходимые подготовительные мероприятия. Я хочу попросить главу администрации города, я хочу попросить Минфин, Минобр провести все необходимые формальности с тем, чтобы как только деньги придут, мы развернули там строительство. Известно, что этот объект планируется сдать в эксплуатацию в июне будущего года. Рязанских сотрудников скорой помощи, спасших двух детей при пожаре на улице Новоселов, представят к региональной правительственной награде. Мальчики с 6 и 8 лет были дома одни. Когда детская шалость привела к тому, что квартира на четвертом этаже загорелась, их жизни оказались под угрозой. Когда мы подъехали к подъезду, что увидели в окне дети. Естественно, любого отца, как мужчину, в душе что-то сыграло. Рабочая суббота начиналась для бригады скорой помощи, как и обычно. Выезды и первая медицинская помощь больным. Им уже не раз приходилось спасать чьи-то жизни. Но именно в этот день роли спасителей они примерили не в привычном для себя амплуа. Обыкновенная детская игра стала причиной серьезного пожара. Так получилось, что медики прибыли на место происшествия первыми. К этому моменту под окнами уже столпились соседи, которые натянули одеяло и кричали детям прыгать вниз с четвертого этажа. Врачи запретили это делать и ринулись выламывать дверь. Ведь на счету была каждая минута. Услышали крики детей. Дети стояли на подоконнике на четвертом этаже на кухне. Ужасная, конечно, картина. Когда мы вот ломали эту дверь, единственное, что вот приходило в голову, лишь бы они не прыгнули вниз. Поэтому приходил уже с такой ударной силой работать, потому что там четвертый этаж. То, что там натянули какие-то одеяла, это можно все пробить с такой высоты. И находился еще подъездный козырек внизу, очень близко. Поэтому все могло закончиться довольно печально. Ну, со второго раза мы открыли дверь. Вдвоем нажали на рычаг. Дверь выскочила сюда, в коридор. У нас сразу обожгло едким дымом. Эта история со счастливым концом. Благодаря отважным людям трагедия не случилась. Почему сразу выламывать дверь не принялись местные жители, останется вопросом без ответа. На любительской видеосъемке видно, что среди толпы зрителей были и мужчины. Но кроме того, как придумать растянуть одеяло, размахивать руками и ругаться в ожидании спецслужб, в их головы, видимо, ничего не пришло. Они, твою мать, где вы там есть-то? Вот мы сейчас в интернет все выложим. Мы сейчас выложим в интернет. Да что ж такое-то, а? Вы понимаете, двое маленьких детей висят. На вопрос, почему медики не стали, как и остальные, дожидаться пожарных, водитель скорой помощи, не задумываясь, отвечает. Нет, такого не было. Надо было просто детей вытащить оттуда из пожара. Потому что местные жители там собрались, кричали прыгать, прыгать. И они натянули там какое-то одеяло. А прыгать нельзя. Доктор сказал, они сейчас там все переломаются, если прыгнут. Сегодня об этих людях пишут и показывают СМИ. Им выражают благодарность представители власти. Представить мне к наградам, региональным наградам, отличившихся работников скорой помощи. А вы там посмотрите возможности премирования дополнительного за верность своей профессии. А они просто скромно отговариваются. Это наша работа. Страх как бы такого не был. Страх ощущался потом, когда уже мы спустились вниз, пожарные подъехали, начали тушить там. Как-то тут уже начинаешь головой осознавать, что что сделал. Это на обычной нашей работе, в общем-то, привыкли спасать. Так что обычная работа. Когда мы увидели двоих детей практически, которые пытались уже прыгнуть, я думаю, любой нормальный человек уже в подсознании, мы понимали, что уже что-то надо делать. Мы еще не знали, что, но уже все равно надо что-то делать. У нас все это обыкновенно. Скорая есть скорая. Сейчас дети находятся в больнице. А когда вернутся домой, то не увидят привычных вещей и игрушек. Их встретят в серые обугленные стены. И, может быть, им станет страшно от содеянного. На всю жизнь у них останется в памяти этот урок и благодарность настоящим мужчинам, сильные руки которых вынесли их из этого ужаса. Сгоревшая мебель, обгоревшие окна с расплавленными рамами и выбитыми стеклами, эмоции очевидцев и самих пострадавших от происшествия. Вот результат неаккуратного обращения с огнем. В трехкомнатной квартире номер 52 в обычном доме на улице Новоселов 29 полностью выгорела гостиная и кухня, не обошел пожар и коридор. Пять пожарных машин в составе 15 огнеборцев справились с огнем. Вера Поршкова, бабушка двоих детей, один из которых и устроил пожар, разведя костер на диване, прокомментировала ситуацию. В непредвиденный случай нам пришлось оставить детей одних. И вот, а в начинке у него, так сказать, была склонность к этому делу костерик разжигать. Огнем очень увлекался. Я уж у него шутка говорю, Жень, ты что, пожарником что ли собираешься быть? Дети находились дома одни совсем недолго, но огонь успел быстро разойтись по квартире. В результате, по словам очевидцев, два мальчика 7 и 8 лет перебрались на кухню, высунулись в окно и звали на помощь. Соседи сразу же позвонили в службу спасения. Первая подъехала в машину скорой помощи. И хотя соседи просили мальчиков прыгнуть вниз с четвертого этажа, растянув перед ними одеяло, водитель скорой помощи запретил им это делать. И сам отправился спасать детей, ломом вскрыв входную дверь. Он ему говорит, ни в коем случае не прыгать, не прыгать. Он прям бежал в подъезд. И как это вынес первую, я даже не видел. Смотрю, уже вторую выносит. Прям моментально, моментально все это выносит. Два, так сказать, сотрудника скорой помощи, еще раз хочу отметить их. Это Макар Виталий Николаевич и Сергей Сергей Юрьевич не раз терялись, взяли детей и вывели из этой квартиры, где и оказали им дальнейшую помощь. И здесь же приступили к тушению пожарные подразделения. Поэтому хотелось бы этот случай довести, так сказать, до всего населения и до всех медицинских работников, которые в целом не остаются равнодушными. Хотя в обязанностях этого у них нет. В результате оба мальчика, спасенные из огня, обошлись без травм и ожогов. Однако все же были госпитализированы и сейчас находятся в ОКБ в Канищево вместе с мамой. Их бабушка в день пожара пережила сильнейший шок. Ей также была оказана медицинская помощь, поскольку у нее сильно подскочило давление. Сейчас она чувствует себя хорошо и просит помочь рязанцев в их трудной ситуации. Сами местные жители не оставляют без внимания погорельцы. В семье помогают всем миром. После пожара в квартире уже установили новую дверь, которая была взломана для того, чтобы вытащить детей из огня. Морально, материально вещи принесли. Тут деньги собирала женщина. Еще раз хотим напомнить вам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Кроме того, просьба не оставляйте маленьких детей без присмотра. Неравнодушные люди уже приносят в эту квартиру вещи первой необходимости. Если вас не оставила равнодушными эта история, то и вы можете поддержать эту семью. Свяжитесь с нами по телефону, который вы видите на экране. К другим темам. На 87 дорогах Рязани сделали ямочный ремонт. Ежедневно контролируют ход работ дирекции благоустройства города. Подробнее в следующем материале. Контроль у нас осуществляется ежедневно. Специалисты дирекции благоустройства города выезжают ежедневно на объекты. У них есть для этого специально 4 куратора по каждому району города, которые в течение всего дня проезжают по объектам, выписывают предписания, если это есть, если есть необходимость их выписать. И также специалисты администрации города Рязани осуществляют выборочный контроль за производством работы. Общий объем отремонтированного дорожного полотна за неделю составил почти 7400 квадратных метров. По словам представителей администрации, четырех дней благоприятной погоды будет достаточно для полного завершения ямочного ремонта в областном центре. В ходе осмотра работ 18 апреля были выявлены нарушения на Касимовском шоссе. В частности, подрядчику было указано на несвоевременную уборку мусора и неполный охват поверхности при уплотнении асфальта катком. Эти замечания рабочие обязались устранить в кратчайшие сроки. Еще одно нарушение было выявлено на улице Шевченко, где подрядчик на прошлой неделе подготовил выбоины к ремонту. Однако до сих пор работы на этом участке не завершены. Дмитрий Наумов заявил о принятом накануне решении расторгнуть контракт с этой организацией и найти другую, которая выполнит эти работы до конца. Городу такие подрядчики не нужны. То есть было принято решение расторгнуть с ним контракт и найти другую организацию, которая бы выполнила эти работы. То есть, к сожалению, не все подрядчики работают так, как нам нужно. Их с некоторыми приходится расставаться. Почти тысяча случаев изгорания сухой травы зарегистрировано на территории области. А общая площадь палов составила более 2,5 тысячи гектаров. Участие в их ликвидации приняли около 3 тысяч человек. Вопросы пожароопасного периода обсудили на этой неделе в Главном управлении МЧС. По словам руководства ведомства, чаще всего горела трава в городе Рязани, где огнеборцы совершили 139 выездов. В Рязанском районе – 122 выезда. И в Скопинском районе области – 90 выездов. В связи с жаркой и ветреной погодой органами местного самоуправления принято решение о введении особого противопожарного режима на территории 76 муниципальных образований. С реализацией дополнительных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в населенных пунктах. В этой связи хотел бы отметить, что данные населенные пункты, где и поселение введено особый противопожарный режим, вывешены на сайтах Главного управления. Обратиться можно к поселению уточнить данный вопрос. Также в средствах массовой информации это опубликовано. Сотрудники органов надзорной деятельности совместно с полицейскими представителями администрации муниципальных образований в ходе патрулирования жилых массивов выявили факты сжигания сухой травы. В результате к административной ответственности были привлечены 135 граждан. Общая сумма штрафов составила 77 тысяч рублей. На территории Рязанской области утвержден перечень 45 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. То есть населенных пунктов, расположенных на расстоянии менее 100 или 50 метров от лесного участка в зависимости от этажности застройки. Кроме того, на территорию области в зону повышенной опасности от лесных пожаров попадает 20 садоводческих некоммерческих товарищей и 13 детских оздоровительных лагерей. Как рассказал Сергей Филиппов, правилами противопожарного режима вводится запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ, а также сжигание стерни, отходов и мусора. Обращаясь к жителям города, Сергей Филиппов отметил, что сжигание сухой травы и разведение костров может привести к уничтожению сотен гектаров леса. Такие меры вводятся для того, чтобы избежать последствий 2010 года, когда в области полностью сгорели несколько населенных пунктов. За поджоги сухой травы виновные будут привлечены к уголовной ответственности. В пятницу стартовала ставшая уже традиционная акция «Георгиевская ленточка». Волонтеры будут раздавать символ победы на улицах, площадях, торговых центрах и парках. В акции примут участие все регионы России и десятки стран по всему миру. Ленточки чаще всего прикалывают на грудь, но в последние годы в преддверии 9 мая привязывают к зеркалам автомобилей, к сумкам и даже к детским коляскам. Открытие акции «Георгиевская ленточка» прошло на Скорбящинском мемориальном комплексе. Сотни рязанцев во главе с ветеранами Великой Отечественной войны, региональными руководителями и волонтерами пришли к огню победы, чтобы почтить память героев, павших за Родину и возложить цветы. Эта ленточка – символ мужества, символ патриотизма, символ победы. И мы должны уберечь ее, даже как мы ценим наш день победы. Дорогие ребята, мне пришлось 17-летним мальчишкам идти на фронт защищать нашу Родину. Мы воевали не ради славы, а ради жизни на земле. Наша победа – это вы, наши внуки. Открытие акции дало старт мероприятиям, посвященным Дню Победы. С этого момента по всей стране начнутся традиционные памятные акции, встречи, фронтовые поляны и другие праздничные события. В эти дни «Георгиевская ленточка» будет символом нашего единения, будет символом вечной памяти о павших героях в годы Великой Отечественной войны. В дни проведения акции «Георгиевская ленточка» миллионы людей в Российской Федерации и еще более чем 70 стран мира прикрепляют полосатую ленточку – символ военной славы к одежде, демонстрируя свое уважение к воинам, сражавшимся за Отечество, всенародную гордость за Великую Победу. Волонтеры Победы организовывают пункты распространения георгиевских ленточек в городах России, а также памятки о ее правильном использовании. Акцию «Георгиевская ленточка» проводят с 2005 года, и с каждым разом она приобретает все больший масштаб. На этой неделе Рязань посетил легендарный летчик-космонавт Владимир Аксенов, дважды герой Советского Союза, конструктор космической техники и почетный гражданин Рязани. Встреча с ним состоялась в РГУ имени Сергея Есенина в рамках «Космической декады». Все гости смогли послушать рассказы космонавта о его работе и задать свои вопросы. О быте космонавтов, о полетах и особенностях профессии, а также истории из жизни рассказывал рязанцам летчик-космонавт, герой Советского Союза и почетный гражданин Рязани Владимир Аксенов. Действительно очень интересно. Мы с группой ходили в астрономическую обсерваторию, нам там проводили экскурсию, много нового всего рассказали. Это очень интересно и увлекательно. Действительно мы все просто подвержены этому влиянию и хотим узнать много нового. И вот интересно увидеть человека. Узнать, как проходили его первые полеты, почему он именно выбрал профессию космонавта и вообще узнать, как там в космосе что-то может быть интересного, звезды, что он там видел. Очень интересно. В год 55-летия первого полета человека в космос знаменитый космонавт рассказывает, почему именно наша страна осуществила этот фантастический шаг – послать человека в космическое пространство. И победа – это фактически такого же уровня в своем плане, как и победа в Великой Отечественной войне, которая освободила мир весь от идеологии фашизма. Победа на научно-техническом уровне нашей страны – это тоже знаменовало того, что на то время она была ведущей и самой сильной державой мира. На привокзальной площади Рязани-1 тем, кто встречает и провожает пассажиров, отныне отказывают в бесплатной парковке. Напомним, ранее автолюбители могли на 15 минут припарковать свое авто бесплатно, и этого времени хватало для того, чтобы приобрести билет, выгрузить пассажиров и вещи на бюрон, либо дать приезжающим возможность донести свой багаж до машины. Теперь счетчик на оплату работает с первой секунды. Стремительно уходит в прошлое романтика провожать и встречать на вокзале. Помочь донести чемодан и помахать след уезжающему поезду становится экономически невыгодно, но недавно ставшей платной парковки у железнодорожного вокзала Рязани-1 отменили действие первых бесплатных 15 минут. Ранее этого времени должно было хватить, чтобы приобрести билет, доставить пассажиров или встретить приезжающих и загрузить багаж. Отведенных минут было недостаточно. Если все перечисленное сделать и успевали, то вот выехать через пропускную систему бесплатно удавалось не всем. И владельцы парковки нашли выход. Теперь счетчик на оплату тикает с первой секунды. Как объяснил инвестор, из-за бесплатных минут возникали конфликты и драки. Все водители выехать не успевали, и чтобы всех уравнять, было решено ввести единую оплату. Обыкновенные граждане, в этом нет никаких абсолютно проблем, так как у нас с другой стороны дороги буквально разница получается в 7 метров. Более 50 бесплатных парковочных мест, пожалуйста. В этом нет никаких проблем. Зато теперь уменьшилась почасовая оплата на протяжении первых 4 часов, что, возможно, хоть как-то будет компенсировать недовольные эмоции автовлюбителей. Прежде хоть за полчаса парковки, хоть за час платить следовало 30 рублей. Теперь же только 20. Также снизилась цена суточной стоянки с 350 до 190 рублей. А вот еще одни железнодорожные ворота в город – Рязань-2. Здесь смотреть на часы не приходится никому. Пассажиры, автомобилисты и таксисты занимаются своими делами. Покупают билеты, спешат на поезд, забирают, встречают и друг другу не мешают. Парковка тоже бесплатная, но уже у автовокзала таким комфортно похвастаться не может. Здесь на небольшом закутке за место под солнцем приходится бороться нескольким десяткам машин. Благоустроенная площадь самого вокзала как будто забыла о полноправных участниках привокзальных будней, о тех, кто провожает и тех, кто встречает. В Рязани впервые стартовала акция «Чистый автомобиль». Это возможность каждого водителя проявить вежливость к другим автовладельцам, к своему городу попытка повысить этику, культуру и безопасность на дороге. Ни для кого не секрет, что с наступлением дождливой погоды улицы нашего города становятся настолько грязными, что большинство автолюбителей предпочитают не заморачиваться с помывкой собственной машины. Однако госавтоинспекции и молодежная администрация города считают, что даже в условиях рязанских реалий можно и нужно содержать свой транспорт в чистоте. Идея провести акцию «Чистая машина» родилась в молодежной администрации города. На инициативу откликнулись сотрудники ГИБДД. «Сегодня мы все привыкли в «Чистом городе», что были «Чистые парки», «Чистые улицы». Кроме мы забываем о себе, о своем дворе, о своих машинах. Мы хотим обратить внимание на проблему, что важно выбирать не только улицы, дворы, парки, скверы, но и следить за своим автомобилем. Потому что мнение о «Чистом городе» складывается еще от собственного авто. Инспектор тормозит автомобиль, водитель готовится показать документы и удивляется. Потому что сегодня сотрудник госавтоинспекции вручает ему губку или сертификат со скидкой в автомойке. Кроме того, проводят беседу о том, что «Чистый автомобиль» – это уважение к другим участникам дорожного движения и к самому себе. Сотрудники госавтоинспекции поддержали молодежную инициативу и вышли проводить подобные рейдовые мероприятия на улицах города Рязани. Согласно требованиям правил дорожного движения, государственные номерные знаки обязательно должны быть чистые и читаемые с расстояния 20 метров. Именно поэтому необходимо свои транспортные средства держать в чистоте, для того, чтобы не создавать проблем ни себе, ни сотрудникам госавтоинспекции. Акция прошла в четырех точках города – на Театральной площади, в районе улицы Спортивной, на улице Островского и на Московском шоссе. В первую очередь, внешний вид города – это очень важный момент. У нас на дороге очень большое количество проблем. Но в первую очередь, чистый автомобиль – это лицо водителя, лицо города. И это не менее важно, чем остальные проблемы, которые существуют. Думать о чистоте своего транспортного средства – важный шаг на пути к опрятному городу. И даже несмотря на грязные улицы и необходимость мыть машину практически после каждой поездки, запускать внешний вид своего транспортного средства все же не стоит. Возобновлен сбор подписей за возрождение конного спорта на базе Всероссийского научно-исследовательского института коневодства, который расположен в селе Дивово Рыбновского района. Петиция, адресованная Владимиру Путину, появилась на платформе Change.org осенью 2015 года. В ней говорится о прекращении занятий конным спортом для детей и взрослых спортсменов-конников из-за недальновидной, а скорее даже вредительской политики руководства института. Авторы петиции требуют обратить внимание на состояние спортивных объектов конезавода, дать возможность детям и молодым людям заниматься спортом. На данный момент петиция уже набрала более 70 тысяч голосов. Но в первую очередь мы бы хотели добиться, чтобы нам разрешили заниматься, нам, нашим детям, потому что в настоящее время наши лошади теряют кондиции свои спортивные. Бытует мнение, что какая бы плохая погода ни стояла, ближе к Пасхе она обязательно улучшается. В этом году синоптики солидарны с народными приметами. Так, в Рязани и области с вербного воскресенья медленно, но верно, погода начнет перестраиваться на тепло. Весна, похоже, решила притормозить и уже избаловав нас теплом и солнышком, переключилась в пасмурный и дождливый режим. Мало того, сегодняшней ночью синоптики прогнозируют мокрый снег. Сегодня, во второй половине дня и ночью 23 апреля территория нашей области окажется под влиянием атмосферных вратов Атлантического циклона. Поэтому пройдут осадки, преимущественно в виде дождя. Уже в воскресенье ситуация начнет исправляться. Благодаря антициклону дожди прекратятся. Если ночью ожидается всего лишь 0,5, днем вполне весенние плюс 12,17. А уже в начале следующей недели погода вновь станет сухой и теплой. Южные ветра принесут в наш регион черноморское тепло. Ночью столбики термометров поднимутся до плюс 50, а днем ожидается уже 15-20 градусов тепла. Такой была эта неделя. Я напоминаю, что все новости вы можете увидеть на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника и хороших вам выходных. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok